В этом уроке мы познакомимся с самым важным элементом, который позволит нам сделать так, чтобы машинка двигалась по линии. Это датчик линии. Они расположены с нижней стороны машинки. Выход датчиков это верхние выводы колодки GP2 и GP1. Подключите к ним боковые светодиоды HL10 и HL11, после чего включите питание. В книге есть специальная полоса для экспериментов с датчиками линий. Поставьте машинку на страницу книги и медленно перемещайте машинку вправо и влево, не отрывая ее от листа. Датчик должен располагаться то над линией, то над фоном. Следите за светодиодами. Правый светодиод загорается, когда правый датчик замечает линию, а левый светодиод загорается, когда линию замечает левый датчик. Благодаря этому эксперименту мы можем сформировать правило. Датчик линии, как и потенциометр, меняет напряжение на своем выходе, только делает это в зависимости от света трассы. Когда под датчиком есть линия, то он выдает напряжение больше, чем когда линии нет. Датчик линии работает по принципу определения количества отраженного света. От черных поверхностей свет почти не отражается, в то время как от белых свет отражается очень хорошо. Датчик фиксирует уровень отраженного света, благодаря чему понимает, какой перед ним цвет. Светодиод в нашем эксперименте просто позволяет увидеть работу датчика. Однако, как вы помните из прошлых уроков, индикатором уровня напряжения могут быть и моторы. Подключите к датчикам линии моторы вместо светодиодов. Держа машинку в руках, посмотрите, как меняются скорости моторов в зависимости от цвета линии, фиксируемого датчиками.